Добрый вечер, дамы и господа! Вы просили меня сделать видео по фильму «Голова», ответы на вопросы по фильму «Голова», и я это делаю. Я когда-то специально расспрашивал Светлану Баскову на эту тему, потому что сам я на съёмках этого фильма, естественно, не присутствовал, я тогда уже уехал, поэтому моя информация не связана с тем, потому что я видел, слышал, а исключительно получено из каких-то опросов. Насколько я знаю из ответов Светланы, сценарная заявка фильма, то есть этот сюжет с головой, как партнёром, она пришла Светлане в голову, такая игра слов смешная, и Светлана озаботилась тем, в первую очередь, насколько это вообще в кинематографе существовало до неё, оригинальна ли эта идея. Она обратилась к своему тогдашнему продюсеру Зубкову, и он сказал, что да, действительно, есть какой-то фильм, но мы не имеем в виду сейчас «Голова профессора Дойля» по роману Беляева, вот это как-то прошло мимо, да там, в общем-то, коллизия совсем иного плана. Нет, есть какой-то американский трешевой фильм, где тоже действует как-то голова. Но, значит, насколько я знаю, Светлана этот фильм нашла, посмотрела, убедилась, что этот фильм ничего общего не имеет с тем, что она придумала, и тогда, в общем-то, она собрала уже своих актёров любимых, ну, прежде всего, конечно же, Маслаева, Пахома, и плюс Зубков, ну, и Сашу Миронова, вот, который играет так называемого предателя на лыжах там и так далее. Ну, что касается Маслаева и Пахома, я думаю, что, ну, как-то это, в общем, я просто не знаю, сколько раз про них говорил, всех подробностях, какие только можно, ещё раз повторюсь, если это необходимо. Но хотелось бы обратить внимание на фигуру Саши Миронова, который, как мне кажется, очень хорошо справился со своей задачей, блестяще справился вообще Саша Миронов, непрофессиональный актёр, пришёл на киноплощадку Светланы, как вначале, скорее, как наблюдатель, как отчасти даже спонсор, то есть иногда он давал деньги какие-то и так далее. Надо сказать, что Саша – это коллекционер современного искусства, он имеет в коллекции довольно много работ Светланы, которые она ему не дарила. Саша – человек хоть и не очень богатый или совсем не богатый, но реальный фанат искусства, и поэтому он, как фанат, он очень хорошо понимал, что «Соловья басню меня кормят», что художник нуждается в каких-то малых, но всё-таки деньгах за свои работы. Поскольку работы Светланы, как художник-абстракциониста, ему очень нравились, он покупал их. И, то есть, у Светланы с Сашей дружба очень давняя. Я познакомился с Сашей именно через Свету, а до этого у них была какая-то давнишняя дружба. То есть, вот оказалось, что у него там и коллекции, и всё такое прочее. В те времена далёкие, когда я познакомился с ним, Саша работал на международных рейсах как проводник. И, наверное, когда-то, ну, ещё в Совке, когда он начинал свою карьеру проводника, это было очень выгодно, потому что, ну, вот такие зарубежные рейсы, они позволяли где-то покупать чего-то там, не знаю, как что-то проводники делали. Я знаю, что у него были какие-то хитрые там точки, которые он знал, где он что-то покупал по дешёвке, продавал подороже. То есть, вёл такой образ жизни фарцовщика, но такого фарцовщика, влюблённого в искусство, и тратил деньги не на девочек ресторана и красивую жизнь. Я знаю, что, например, никогда у него не было никакой машины. Хотя, если бы он был не коллекционером, наверное, он мог бы купить себе машину и так далее, и многие другие вещи. Думаю, что, наверное, у него до сих пор ничего этого нет. Жил он всегда на окраине, в какой-то обыкновенной квартирёжке, такой трёхкомнатной. И вся эта квартирёжка сверху Дониза была завешена современным искусством, живописью. И Саша ещё известен тем, что когда-то был единственным человеком, который ухаживал за умирающим художником Яковлёвым, который в то время находился в психушке. Все от него отказались, родственники вели себя с ним чудовищным образом. Ну, это вообще отдельная трагическая история такая. Сейчас и тогда уже, то есть этот художник находился в психушке, но его работы, тем не менее, на аукционах продавались за бешеные деньги. Он, естественно, там ничего не имел, а Саша вот единственный такой совестливый человек, который за ним ухаживал и как-то его жизнь скрашивал немножко. Насколько её вообще можно скрасить в психушке. И, значит, да, ещё этот Яковлёв слеп, то есть вот этот процесс его угасания, умирания, он был связан ещё одновременно с тем, что он и слеп, то есть вообще очень трагично всё. И, значит, Саша подсовывал ему какую-то бумагу, чтобы он рисовал. Вот такие рисунки есть в коллекции Саши. И это одни из самых, может быть, ценных его приобретений тогдашних, то есть действительно, которые стоили бешеных денег, просто по-настоящему бешеных денег. Ну, повторяю, что он всегда вёл очень скромный образ жизни и старался как-то Светлане, в которую, наверное, был всегда влюблён, не знаю, как в художниках, не знаю, наверное, больше, чем в художниках. То есть всегда какая-то симпатия между людьми, она тоже имеет место. Это не значит, что эти люди имеют какие-то ещё сексуальные отношения или какие-то более тёплые отношения. Да, иногда человек может просто другим человеком восхищаться и оказывать ему какие-то знаки внимания, испытывая к нему глубочайшую симпатию, однако не переходить никакую грань, никакую черту. Вот Саша Миронов – это такой преданный, сумасшедший поклонник, который ещё оказался и отличным актёром, действительно, с актёрскими данными, задатками. И думаю, что вот «Респект к свете» он тоже как-то инспирировал его, актёрские задатки и так далее, и так далее. Что касается сюжета, то есть вот этой сцены с пресловутой, с Минетом, это, как я уже говорил, когда-то в другом ролике, посвящённом голове, это идея чисто Пахома. Вот он придумал эту сцену, он, так сказать, видимо обсуждалось это как-то там со Светланой и так далее. Пахом почему-то придумал эту сцену, не знаю почему, по какой-то странной причине, да, это всем понравилось, и Маслаев тогда не показывал никаких там… То есть он как-то не взбунтовался, не сказал, нет, я этого делать не буду, ни в коем случае, никак там и так далее. Снималось это где-то неподалёку от дачи Пахома, насколько я знаю, или чьей-то даче. Ну, в общем, под Москвой, в каком-то дачном районе. Это снималось, снималось летом, выехала туда экспедиция, соответственно, киноэкспедиция, со всеми людьми, которые принимали участие в съёмках, ну и главных персонажей в этом случае, Пахома и Маслаева, которые, соответственно, разыграли всю эту сцену. Да, действительно, сцена натуралистичная, да, действительно, Пахом сделал именно то, что вы видите в кадре, а не что-то другое. То есть это не резиновый орган, всё по-настоящему и так далее. Зачем это было нужно? Зачем это было нужно по-настоящему? Ну, откровенно говоря, я не знаю. Наверное, такой вот натурализм, может быть, как-то подхлёстывал всех. Я понятия не имею. То есть на самом деле какие-то такие натуралистичные вещи, они дают, может быть, толчок к восприятию вообще всего материала. Если такая сцена встречается, какая-то натуралистичная сцена во всём материале встречается, то она, как мне кажется, должна показать серьёзность намерений режиссёра, актёров и так далее, обеспечить веру в материал, что вот если это по-настоящему, значит и всё остальное по-настоящему. И поскольку эта сцена, она практически в начале фильма, то, значит, и, соответственно, весь остальной материал, он как бы маркирован этой сценой, маркирован достоверностью. Как, собственно, был закопан Маслаев, вы спрашиваете, но там всё очень просто, то есть была какая-то заранее выкопана яма, вот в неё Маслаев встал, его очень быстро зарыли, был специальный костюм, нет, была какая-то сменная одежда, просто обыкновенная сменная одежда. Я думаю, что это было не очень комфортно, не очень приятно вообще, как любому человеку, который закопан по шею в голову. Но, тем не менее, он выдержал с достоинством, выдержал эту сцену безумно. Я думаю, что это было дико сложно вообще, на самом деле, вообще все эти вещи, которые связаны с закапыванием тела и торчанием головы из земли, они, конечно, очень сложные, очень неприятные для актёра. Тем не менее, он справился. Как я уже говорил, сцена, насколько я помню, она снималась чуть ли не последней. Она идёт в начале фильма, но на самом деле снималась она последней. И, значит, соответственно, вот этот минет, он всё-таки как-то Маслаева немножко депрессировал, ну не немножко, а даже очень депрессировал. Как я уже говорил, что он просто сбежал после съёмок, куда-то исчез, его искали, не могли долго найти. Оказалось, что он там в пивной какой-то, на станции квасит с какими-то бомжами и так далее. То есть как-то человек выпускает пар, пытается забыться, ему это было неприятно, потом он со Светой долго не разговаривал, поругался и так далее. То есть это всё, в общем, очень непросто. Вначале человек соглашается зачем-то, потом он понимает, что то, что он сделал, это как-то слишком. Наверное, там приходит ему в голову мысль, что, наверное, это как-то не очень хорошо. Я не знаю, я не знаю, что творится в головах у людей, когда они решаются вначале на такие вещи, а потом вдруг дают какого-то тормоза. То есть вдруг решают, что это не очень хорошо. Зачем соглашаться было тогда? Ну я не знаю. Опять же, очень трудно понять, зачем соглашаться и зачем потом тормозить в этом случае, если ты уже это сделал. Я сразу в связи с этим вспоминаю Александра Бреннера и, по-моему, Слава Могутина. Две, может быть, фигуры, которые вы не знаете вообще. Слава Могутин – это гей, очень известный, который сейчас живёт в Нью-Йорке. А Бреннер – это радикальный художник-акционист 90-х, который живёт тоже не в России. И вот у них была такая, такой перформанс, где Могутин лежал в гамаке в галерее, голый, и, значит, у него свешивались гениталии через дырку гамака. А Бреннер как бы делал минет. При этом Бреннер – это человек, который не является геем для него. Я думаю, это противоестественно совершенно. Я не замечал за ним никогда ничего такого, ни до, ни после. Но он сделал это публично в галерее, как перформанс, с какой-то политической целью даже, потому что это была какая-то политическая метафора. И я повторяю, что это, ну, для него это было как-то, он вообще, ну, радикал, экстремал, да, и поэтому он это сделал. Ему не было не то, что там стыдно, не стыдно. Я не знаю, опять же, что у него было в голове. Я просто привожу пример в данном случае, как человек, не являющийся геем, он на такое способен. Поэтому ради искусства, ради искусства, ради какой-то метафоры, ради погружения в контекст, не знаю ради чего, да, вот на такие противоестественные, казалось бы, жесты он способен. Вот так же и Маслаев. Маслаев, как я уже говорил, никакой не гей, никогда, как бы, не был замечен мной в приставании к каким-то мужикам, не засматривался на мальчиков и так далее. Ну, вот что он там любил, да, это раздеваться на съемочной площадке, опять же, то есть в жизни я не припомню, что Маслаев, например, где-то разделся на улице или там что-то еще, да, он не ходил в плаще, не показывал свое причинное место кому-то, как эксгибиционист. Я знаю, что, да, он там фотографировал каких-то, опять же, девочек, да, он фотографировал, то есть его, сфера его сексуальных интересов всегда распространялась исключительно на женский пол, а не на мужской, поэтому этот жест, он неестественный, противоестественный для Маслаев, тем не менее, он согласился, сделал, все произошло и так далее. Являются ли Маслаев и белый, да, то есть пахом и белый голубыми, меня спрашивают, по сюжету фильма. Я ничего не могу сказать по этому поводу, я, опять же, не знаю творческой задумки, я могу судить о материале только как зритель. Я думаю, что, скорее всего, не являются. Скорее всего, как всегда, фильмы Светланы, это фильмы не о голубых, не о гетеросексуалах, не о ком-то еще, да, они носят совершенно иной характер, это метафоры. То, что вы видите, все эти истории, которые разыгрываются перед вами, это нечто большее, чем то, что вы видите. То есть это некая знаковая система, доступная по-настоящему только Светлане и тем людям, которые участвуют в этом проекте. А зритель видит, ну, какой-то нарратив, иногда он понимает какие-то знаки, иногда не понимает. Это уже другой вопрос. Насколько он в теме, насколько он может это понять. Ну, для Светланы это никогда особо не было важно, она всегда хотела снимать кино, прежде всего, для себя, а не для зрителя. А то, что это популярно, это уже другой вопрос. Это просто какое-то совпадение, но я не уверен, что совпадение совершенно по всем точкам, которые в голове держат Света, которые, так сказать, держите вы, видите, различаете эти точки. Что еще? Какие у нас тут вопросы? А какую операцию делали башки? Не знаю, какую операцию имеется в виду. Операцию в жизни, что ли, мы с Лаевым делали? Я не знаю, не знаю. Знаю, что с глазами там что-то у него были, какие-то проблемы и так далее. То есть, вот операция была с глазом, по удалению глазов, насколько я знаю. если это имеется в виду, что касается операции, которую делали в фильме, то я не помню. То есть, я к своему стыду хочу сказать, что я фильм смотрел давно и перед записей этого видео даже не удосужился его пересмотреть, уж извините. Так что, не помню некоторых моментов. Когда масла в закатах, это я уже, в общем-то, сказал. Да, ну не знаю. В общем, я надеюсь, что я ответил на какие-то вопросы, даже слишком и, может быть, переборщил в плане каких-то своих ассоциаций, но уж извините. Что касается молодого состава головы, то я этих людей вообще не знаю. Никогда их живьем не видел и видел единственное вот на экране в этом фильме. Больше ничего про них сказать не могу. Насколько они хорошие, плохие, актеры решать вам. я знаю, что это люди, которые каким-то образом сотрудничали с «Синий фантомом» и оттуда пришли из этой тусовки и кого-то привел Зубков. Вот так они появились. И, ну, это поклонники, конечно, то есть люди, которые ходили когда-то на «Зеленого слоника», им это все чудовищно нравилось. на самом деле всегда за Светланой ходили целые косяки молодежи и предлагали свои, так сказать, услуги, что ли. Всегда хотели сниматься в качестве актеров, так что в этом смысле никаких проблем не было. Вообще с кастингом в этом случае, во всех случаях, всегда, в любой картине это никакая не проблема. Есть масса людей, которые ходят и предлагают есть из кого выбирать, и эти люди, как правило, предлагают свои услуги бесплатно. Сейчас уже, наверное, нет, такого не происходит, но тогда, в то время, когда снималась голова, думаю, что это все было так. Так, спасибо за внимание, чао-чао, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы еще. Я думаю, что я не совсем справился с своей задачей, может, недостаточно подробно ответил. я могу еще связаться со Светланой и узнать какие-то вещи подробнее. Да, ну и, конечно, там, как вы правильно заметили, по телефону говорит Дмитрий Пименов. Дмитрий Пименов это отдельная песня, очень много про него можно говорить. Это радикальный художник, отличный поэт, писатель, у которого есть какие-то всякие проблемы, как у всех у нас, как у творческих людей, да, какие-то метания безумные и так далее. Мы с ним когда-то были очень-очень близки, вместе с ним мы придумали концепцию тогдашней группы 90-х радикальной, секты абсолютной любви, в общем, мы были такие два идеолога. Дима это еще близкий друг Толя Смоловского очень давний, долгий, ну, еще там с 80-х годов и так. То есть, я повторяю, что об этом можно рассказать очень долго. Если хотите, я расскажу об этом когда-нибудь. А теперь все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чо-чо.